Добрый день, дорогие друзья! С вами Серафима Морозова. Я представляю наш канал Здоровый с нами и хочу сейчас с вами поговорить о сидении на корточках. Почему это очень полезно не только для кишечника, а вообще для всего позвоночника и особенно для наших межпозвоночных дисков. То есть есть два положения, в котором надо сидеть. Это значит, садитесь вот так, полностью стопа поставлена и вот как бы руками опираетесь. Это вот такое положение, получается вот это время, наш позвоночник очень хорошо растягивается. И вторая поза, это вот еще глубже, то есть тело у вас проседает, можно даже вот так. И это вот в этом положении нужно сидеть хотя бы 5 минут в день. То есть если вы можете сидеть вот в этом состоянии, вы, наверное, замечали, что в детстве мы так очень, ну, если помните, да, в детстве очень много так сидели на корточках. На Кавказе, ну, в Азии в Средней, в Индии, вот в Таиланде очень много людей вот так вот сидят. То есть это очень полезно. При этом, если вы сидите вот в этой позе, ну, все помнят, да, старый туалет и старый уборный, когда мы так сидим, то у нас идет, правильно формируется и правильно из организма выходит стул, когда мы, например, испражняемся, да. То есть это очень полезно. Но мы все привыкли сейчас к этим унитазам и как бы сами себе этим вредим. Если вы можете так сидеть, то садитесь. Если вам тяжело так сидеть, то нужно потихонечку начать разрабатывать суставы, и вы сможете сесть в это положение. Но это как раз показатель вашей гибкости. Еще один показатель нашей гибкости – это вот если вы можете вот так спокойно делать, да. То есть вот это говорит о том, как у вас суставы плечевые грузы, да, потому что очень многие не могут это делать. И плюс еще вот это вот. То есть, понимаете, это все наша гибкость. И гибкость надо сохранять, стараться по возможности. Делать самые простые упражнения на гибкость, если вы не можете сразу, сначала опускаетесь, постепенно, да. Но самое главное – надо быть гибким, потому что гибкий позвоночник, гибкие суставы – это наше, как бы, качество жизни. Лучше быть здоровым. Будем мы об этом говорить, будем подбирать упражнения самые простые, как это нам все разрабатывать, все суставы. Там есть, например, вот такой простой, да, вроде вот так вот держишься, руку опираешь, и в это время у вас тянется. То же самое можно делать на любой поверхности. Тот же самый, например, вот стул, да, вот так вот руку поставили, и потихонечку это у вас растягивается. Будьте здоровы с нами, оставайтесь с нами. Спасибо.